Приветствую вас, друзья-коллекционеры! С вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки, а сегодня у нас что? Правильно, Техно-вторник! И я решил ударить по яйцам технологу! По заслугам! Это тоже! Не-не-не-не, только не помидорки! Рассказывай! О, в смысле... Ну, помните, рубрика у нас на канале есть? Ударим по яйцам! Так вот, сегодня мы ударим по яйцам технолога! Звучит неоднозначно, правда? Ну, если быть точным, это не совсем классические яйца, это некие капсулы, тут нет шоколада, тут одна игрушка, что, в принципе, соответствует стандартам шоколадных яиц на этих драконов. Тоже будет скоро обзор, тоже скоро ударим по яйцам эстонского дракона, но чуть позже. Сегодня у нас Технолог, и давайте уже разбираться, как астроиды деградировали из вот этого в нечто подобное. Здесь у нас набор 2003 года, пакетная серия астроидов 2014 года и капсулы 2018. Снимаем мы это все в 2019. Погнали! Ну и давайте начнем с самого молодого поколения астроидов, а точнее с капсул. Я покупал коробку неполную, поэтому у меня, возможно, не все варианты изображений для капсул. Я начитал их пять, одно я уже вскрыл прямо в начале обзора, и вот такие еще варианты есть. Насколько я понял, изображение вот этих роботов двух, двух астроидов на каждой упаковочке, не гарантирует вам того, что попадется один из этих двух. Вообще никак. То есть попадаются абсолютно разные, разных цветов. И, кстати, это один из главных плюсов новых астроидов. Они все абсолютно разных цветов. Причем бывают ядовитые цвета, такие как вот оранжевый и желтый, кадми-желтый. Но есть и более стандартные цвета, зеленый и серый металлик. Этот так вообще замечательно смотрится. Новые астроиды не так плохи, как мне казалось, но могли бы быть и лучше. Я всегда, точнее раньше, я всегда поддерживал любую инициативу технолога, будь то создание чиби-фигурок, псевдо-яиц, где продавались фигурки битвы фэнтези. И да, тогда я кричал во все горло, нужно поддерживать в этом начинании технолог. Технолог нужно вообще во всем поддерживать. Но со временем я понял, что все это скатывается к одному. К упрощению. Технолог постоянно упрощает. Все сводит к капсульной продукции, к яичной продукции и к пакетной продукции. И это крайне печально. Ну и для начала предлагаю разобраться с комплектацией каждого из этих наборов. Язык, конечно, не поворачивается это и вот это называть наборами. Но тем не менее. Старая версия, в ней шли сразу два астроида. 14-го года пакетная версия, там тоже было два астроида. Ну а новые астроиды идут в капсулах. И там всего один робот. И тот совсем маленький. Комплектация старого набора. Правила игры. Скрепка уже ржавая. Я не знаю почему. Возможно, хранилось это все в высокой влажности. Отсюда и ржавая скрепка. Астроид. Правила игры. Два литника с роботами. Одного я уже собрал. Внимание. Кубик. Линейка. Для измерения одного шага. А также два арм-листа. Да, они соединены, но по факту это две разные картонки. Два арм-листа с указанием всех необходимых данных для полноценной мини-настольной игры. Что же у нас идет с пакетной серией? Отрываем, скрываем и смотрим. Все, пусто. Все, что у нас идет в промежуточной версии, это одна картонка для двух роботов. Даже для четырех роботов. С одной стороны у нас указаны роботы, которые попались конкретно в этом наборе. Ну а с другой стороны у нас, соответственно, другие роботы. Зачем? Клан Боевые Тигры. Ну тут, видимо, все бойцы из клана Боевые Тигры, чтобы у вас были на одном арм-листе. Может быть, это и удобно, но выглядит достаточно дешево. Роботы вполне себе хороши, но по поводу конкретно моделей роботов мы поговорим чуть позже. Но они также выполнены из полистирола, как и старая версия. Я не знаю, возможно, до 2003 года астроиды делались из полиэтилена. Этого я не знаю, но знатоки обязательно меня поправят в комментариях. Вот такая вот комплектация у нас в промежуточной версии. И что же нас ждет в версии капсульной? Не буду я искать, там где-то есть такая зацепочка, чтобы разорвать. Я нашел ее, но не суть важная. Вот такая вот упаковочка. Обычная капсула. И вот все, что нас ждет в такой капсуле. Буклет. Игрушка для детей старше трех лет. Технолог. Радует хотя бы, что есть упоминание. С обратной стороны информация, ГОСТ. Кстати, здесь дата изготовления октябрь 2017 года. На коробке написано дата изготовления июль 2018. И вот такой мини-робот, уже отделенный от литника. И выполнен, кстати, он из полиэтилена. Давайте сравнивать модели и поговорим о том, как сильно деградировала не то чтобы вселенная, но мини-игровая серия от технолога Астройт. И давайте сравним вот эти две фигурки. Вот это Астройт 2003 года, это Астройт 2018 года. Казалось бы, отличие незначительное в размере, да? Фигурка чуть меньше. Другой материал, кстати, более качественный, на мой взгляд. Более долговечный это полиэтилен у новых, ну и не совсем практичный полистирол у старых. Почему не совсем практичный? Потому что все, кто когда-либо обладал фигурками Астройдов из полистирола, наверняка сталкивались вот с такой проблемой. Штыри из полистирола очень ненадежные. И они ломаются. Причем этой фигуркой я не играл. Эту фигурку я собрал для обзора и поднял руку. И левая рука Астройда оказалась у меня в руках. Вот такая вот история. Думаю, что полиэтиленовые штыри более надежные. Да и сам пластик более практичен. Но он не так детален, как полистирол. Детали на полистироле смотрятся гораздо лучше, с учетом даже того, что фигурка побольше размером. По идее, да, фигурка когда уменьшается, но используется та же детализация, она должна выглядеть более детализированной. Этого не происходит с новыми Астройдами. Они выглядят, ну, примерно на том же уровне детализации. И даже местами она более замылена. Это видно отчетливо на оружии Астройда. Также новые Астройды потеряли не только в росте, но и в комплектации. Новые Астройды, как вы уже, наверное, могли заметить, не комплектуются джампаками. Или рюкзаками, или еще чем-либо. Не знаю, как называет это технолог. Но это такой классический джампак. Ну, и его почему-то убрали у фигурок для капсул. Говорили, что это связано с тем, что фигурка тогда не помещается в капсулу. Ну, бред, ибо она идет в разобранном виде. И можно было спокойно доложить туда уменьшенную версию джампака. Я думаю, это все шло к упрощению. Не нужно делать отверстия, не нужно делать дополнительную деталь, что удешевляет производство. Я специально разобрал фигурку нового Астройда. Засунул туда джампак от старого Астройда. И все влезло, и даже место осталось. Сюда даже можно было две версии джампаков положить. Вот вам буклет, две части, капсулы и, соответственно, Астройд. Его ручки и джампак вот от этого персонажа. Кстати, даже с таким джампаком фигурка смотрелась бы более интересно. Ну, я ее задом наперед прикладываю, потому что отверстия-то тут нет. Ну, вот так даже если. Даже большой джампак бы подошел к этой фигурке. Так что, как я и сказал, все дело в упрощении, а не в том, что в капсулу не влезает. Он даже, по-моему, в неразобранном виде. Нет, конкретно эта фигурка не влезет в неразобранном виде. Ну, я думаю, есть Астройды, которые бы поместились бы. Ну, вот, пожалуйста. Вот такие вот пироги. Ну, и еще, что потеряли новые Астройды, это какая-никакая игровая система или настольная игра. В одной капсуле у вас находится один боец, который не привязан ни к чему, кроме как к серии Астройд. Что за серия Астройд? Где искать информацию? Да, вроде указано. Технолог.ру Человек зайдет на сайт и увидит, что сайт датируется аж 2013 годом. То есть, изменений там не было уже целых 6 лет. Ребята, 6 лет не было никаких изменений. По факту, ребенок, получая вот такую фигурку из капсулы, ничего кроме фигурки не получает. Я к тому, что раньше это была полноценная, пускай мини, но настольная игра с правилами, с армлистами, с названием каждого бойца. То есть, каждый боец не был обезличенным. У него было имя, у него были какие-то возможности технические. И в конце концов, в одном наборе вы получали две игрушки противоборствующие. То есть, две фигурки противоборствующие. И сразу же могли, купив маленький наборчик. Я, честно говоря, не помню, сколько они тогда стоили. Маленький наборчик покупали. И вы получали сразу две фигурки. И могли сыграть в полноценную мини-настольную игру. Блин, это же круто. Это действительно было круто. И тут уместны слова. Да, раньше было лучше. После 2003 года мы получили версию полистироловую. Такого же размера. Но уже кастрированную в плане игровой системы. То есть, мы все равно получили какой-никакой армлист. Не получили ни кубика, ни линейки, ни правил. А также не получили никакой информации о том, где брать правила. Где найти. Что это такое вообще за чудовище под названием Астрой. Вот, кстати, Астрой 2014. И вот такой же Астрой 2003 года. И это у нас рекрут. Что тут у нас бросается в глаза? В принципе, я думаю, это за счет цвета пластика. Старый Астрой выглядит чуть-чуть более резким. То есть, детали они не так смазаны. Но есть и минус. Вот такие вот углубления. Я думаю, это некий дефект пресс-формы был. Потому что уже на новых Астройдах это все пофиксили. Видимо, фиксики. По большому счету, Астройды 2003 и 2014 визуально ничем не отличаются. Главное их отличие, что в наборе шло два разных робота одного цвета. В старых же наборах вы получали двух роботов разных цветов. Здесь же вы получали два робота одного цвета. К ним Армлист. И где указывались еще два робота из того же клана. Да. В более новой версии, то есть 2014 года, Астройдам добавили еще и кланы. Тут звездные гладиаторы и так далее. В общем, оставили какие-никакие данные. Слегка их видоизменили. Потому что изначально Армлист выглядел таким образом. Здесь у нас была скорость, защита, стрельба, сила атаки. Стоимость. Указана модель робота. Ну и соответственно здесь разные игровые моменты указаны. На мой взгляд, вот такой Армлист выглядит гораздо лучше, чем вот такой. Ну и в конце, наверное, стоит все это резюмировать. Итак, что касается новых Астройдов. Я купил 8 капсул. Из них мне вот четко разных попалось всего 3 модели. Да, ни одной повторки в плане цвета. И, как я уже говорил, главной фишкой новых Астройдов является их цветовая гамма. Здесь у меня 3 одинаковых, раз, два, три Астройда. Но все они разного цвета. И смотрятся они совсем по-разному. И не знаю, есть люди, которые любят прям коллекционировать по цветам. И конкретно эта серия прям вот для них. Вы получите просто невероятное блаженство от того, что соберете всех Астройдов, которых 10 видов. И я так понимаю, это 10 разных фигурок. И все они могут быть разных цветов. 70 Астройдов. Вы себе представьте себе эту армию разных цветов. Наверное, это будет смотреться очень круто. Особенно на полке. Во-первых, они занимают мало места. Да и старые-то Астройды немного места занимают. Здесь у нас самые старенькие товарищи. Здесь 2014-го. Ну и первый ряд у нас, соответственно, новые Астройды. Скажу так. В целом, в целом, цена, по крайней мере, за которую я покупал 38 рублей, оправдана более чем. Потому что за 70-90 рублей вы купите обычное киндер-яйцо. Где не факт, что попадется какая-то фигурка. Может попасться какая-нибудь дикая дичь. Извините за тавтологию. В данном же случае вы точно получите модель одного из роботов. Даже если они будут двух разных цветов и одинаковые, это уже не будет считаться конкретно повторкой. Да, вы получите не китайскую игрушку, а полноценную игрушку, сделанную в России. Это тоже плюс. Лично я бы рекомендовал вам покупать подобные капсулы. В этом случае технолог меня действительно порадовал. Да, печально, что все идет к упрощению и так далее. Но, безусловно, круто, что даже упрощенный вариант технологовских моделей смотрится замечательно. Более того, эти товарищи прекрасно подойдут под игровую систему ЗОД. Да, они, конечно, поменьше, чем роботы, которые там используются, но это может быть полноценным, допустим, экзоскелетом. То есть это не мех, а экзоскелет. И фигурка здесь смотрится прямо вот на уровне того, что да, это экзоскелет для бойцов. Почему нет? Можно просто их коллекционировать и ставить на полку. В конце концов, их можно красить, и это будут просто классные мини-модельки. Раскрашенные. Можно набивать руку. Не жалко. 39 рублей. Цена смешная. Так что, если увидите такую коробочку, берите всю сразу. Ну, цена смешная. Вот таких астройдов старого образца можно купить в группе Сын Отеца Игрушки. Он же теперь и магазин Сын Отеца Игрушки. В ближайшее время добавлю их на продажу. Сразу скажу, будет не дешевая вещь, потому что этим набором уже, извините, 16 лет. Ну, а за сим у меня все. Надеюсь, данный обзор-сравнение-небольшая история вам понравился. Если так, напишите об этом в комментариях. Я же благодарю вас за внимание. И напоминаю, канал Сын Отеца Игрушки создаем коллекцию вместе. Еще раз благодарю вас за внимание, друзья-коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok